Напишите смеси и чистые вещества, которые мы используем в быту. Это стандартное задание на уроке химии для учеников 8 класса. Только выполняют они его в новом формате. Вместо классической работы у доски дети пишут свои варианты с телефона или ноутбука. Я считаю, что это очень удобно, потому что в какой-то степени мы не только движемся в ногу со временем, потому что мы все-таки используем технику и технологии, но это достаточно интересно. Мне понравилось то, что на уроке было более-менее тихо, что мнение никто не мешал высказывать, все можно было написать или просто передать. Таким образом каждый ученик может высказать свою точку зрения, а на доске появятся только правильные варианты. Их отфильтрует учитель в режиме реального времени. Это позволяет неуверенным в себе ученикам не стесняться и полноценно участвовать в учебном процессе. Преподаватель биологии и химии Никита Зуев применяет гаджеты более 8 лет. Тиму увлекся во время обучения в институте. Выбрал ее в качестве дипломной работы. Сейчас мультимедийные уроки он проводит в школе номер 7. Современные гаджеты помогают ему проверять домашние задания, дополнять урок фильмами и проводить тестирование. Платформа разрабатывает Министерство образования. Из открытых источников популярностью пользуются сервисы Гугла. Если я бы провел тест из пяти вопросов, то в среднем у меня не меньше получаса-часа ушло бы на проверку листочков, собрать, потом проверить и так далее. А сейчас в режиме реального времени. Я просто открою сводную таблицу после этого урока и выставлю, соответственно, уже в электронный журнал. То есть, соответственно, в 30 раз сокращается время. А затраты разовые. В течение простой тест можно составить в течение 10 минут. Сами ученики главным преимуществом электронных устройств считают анонимность. Результаты тестирования они узнают сразу, видят оценки и правильные ответы с комментариями. А вот окружающим о промахах рассказывают лишь по собственному желанию. Цифровые технологии заменили и привычный журнал. Несколько лет бумажная и электронная версии существовали параллельно, но с этого года аналоговый формат отменили. С электронным журналом гораздо все удобнее, потому что, опять же, время от урока бумажный журнал занимает. Это просто пришел домой, посмотрел, что надо, делаешь и все. И также оценки все сразу появляются. Можно просто посмотреть, что может потянуть, что продолжить в том же духе. Удобно, когда домашнее задание не знаешь, посмотрел. И не надо звонить никому, писать. Иногда даже я знаю, что родители сидят в электронном дневнике своего ученика просто в реальном времени, могут сообщить сразу же, там есть какое-то замечание или оценка поставлена, уже перезвонить. Вот за что, почему, как. То есть, действительно, тем родителям, которые интересуются успеваемостью своих учеников, им это тоже большое подспорье. Главный же аргумент против цифровизации школ – это забота о зрении учеников. Ведь долгая работа с гаджетами создает большую нагрузку на глаза. Учителя подчеркивают, что медиа-контент нужно чередовать с классическими занятиями и физкульт-минутками. Тогда он будет приносить только пользу. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Всем Trumpяшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город»,chterт говоря, «Город».